всем привет друзья вы на канале антитуб ну ребят сразу извиняюсь я коли записывал вторую часть у меня прошел глюк и короче звук не записался что там бантикам бантикам лагнуто я не можу вернути то что тогда я записывал ну без вас второй части без звука там что-то подлагнули короче не может давайте продолжим у чистого листа так не сказать сам начало но минус и патчу ему я приблизно попытаюсь рассказать что мы сделаем так труба суток айшина гулять так значит темы следовали в интерске сталь лучше ладно прочитаю в день затмения буквы ниран прозорно на тысячи частей драконов фарву там части рана упали в землю они превратились необычайную роду из которой пузырьцы империи научилась изготавливать самую прочную сталь и запятые времена это открытие позволило создать наконечники для оружия корпейчиков и вместе с тисторшевой пасты и дует конец опери ну вот так вот ии... лучниц как сказал наш чувак я поя-липу я звать они станут рутию на мою защиту среди эльфов входит передание что до времена хаоса подбел создание эйр сделало их сона есть аргию и рук Айзи и стрелы. Айзи и струны. Стрела и квадрилла это оружие своим детям. Для войны с считающими кошмарами. С тех пор эльфийские лучицы остаются лучшими стрелками империи. А тайм из остальных луков не удалось простить ни одному мастеру из других народов. И открыли вы торговлю. Покровителем торговля дела считается бог обману и шутерства. Глава, который однажды продал гномам их собственные бороды. Ринок настоящее сердце, его замок на торговые пути и жилы, по которым утечет кровь любого королевства. И я вроде бы там что-то напомнил. Так. А, я обучил лучшими видео записи. Все. Вертаемость. Я вкратце рассказал, что я тебе сейчас делаю. Ну, на той серии. Все. Давайте. Ваши войска делятся на два типа. Атакующие, как копейщик, и защитные, как лучница. Защитные войска бесполезны в атаке, атакующие в защите. Повторяйте это по 10 раз каждый день перед сном, и вы станете великим стратегом. Я уже... Так. Постройте посольство. Сплетите кольчугу из стали, и она сохранит вам жизнь. Сплетите кольчугу из интриг, и она сохранит ваше государство. Время построить посольство, мессир. Хорошо, лорд. Как тебе там? Непонятно как. Построим посольство. Мессир. Посольство размечается резиденцией посланников из других замков. С улучшением посольства вы сможете заключать большее количество союзов с другими мессирами. Мессирами? Я только один, мессир. Что, придумали, что тут все мессиры, что ли? Офигеть. Так, мне надо на минус, 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 минус. Я не знаю, что ты... А, полностью. Вблизи, что-то у меня влага... Так, продолжаем. Постройте посольство. Отлично, мессир. Помните, добрым словом и арбалетом можно сделать больше, чем просто добрым словом. Спасибо. Как тебе там? Ну, я... Мой наставник, сэр Корбен, генерал ордена Клинков-Асгарда, сказал однажды, чем дальше пошлешь, тем быстрее дойдет. Пора наладить дипломатические отношения с соседями, мессир. А, надо было сказать, чем лучше пошлешь, чем быстрее дойдет. Дружечки, я так и сказал. Так, стоп. Значит, посольство. А, это, короче, какой я. И что мне сделать? Где я сейчас буду создавать дипломатические днежки? Так, ну, вы, чуваки, что-то делать? Очень, я. Стык-тык-тык-тык. Все. Я не знаю. Главное. Кубмен послан. Задите по совестному, перейдите на вкладку послы и нажмите кнопку подключить обмена. Так, всё. Свой сон. После покрытия в фронтативе. Всё. Ну? Так, встать до оповещения заключение с Юзом Съездом. Здесь у вас пока нет друзей. Зайдите в евреи, посольцы, напейте, кто-то нашим друзьям. Какая внимательная игра. Голоси друзей и той. Кто в мой мир? Так. Ладно, мы, конечно, пропустимся, но нереально. Пока что. Что-нибудь у нас сказали. Что-то интересное. Ладно. Постройка. Эрррино. Открытие. Альянс гномов. О, плащи ней надо было сделать. Надо было сделать плащи ней. Ты построишься? Так, мы построили. Пройдите. Постройте рынок. От развития рынка зависит количество караванов, которые вы можете нагрузить товаром. Помните, миссир, золотой ключ открывает ворота любой крепости. Так, дай мне этот золотой ключ. Я буду открывать двери любой крепости. И, как бы, так сказать, избивать любую крепость. Так, пройдите. Мудрецы говорят, что некоторые вещи нельзя купить. Просто они не слышат о тенивом рынке. Войска, ресурсы и безграничные возможности. Это все на расстоянии протянутей руки. Миссир. Что-то я думаю с Эгурой. Слушай, я в теку. Ты чего отдыхаешь? Где ты? Подветы. Караван. А, он все тянет. Что? Извиняюсь. Потрошители. Я тебе куплю Потрошители. Я рекомендую. Это интересно. После многовековых безуспешных опытов алхимики Даркшайна основали первую гильдию торговцев и заявили, что есть всего лишь один способ превратить сталь в золото. Обменять ее в соотношении два к одному. То есть два золота на одну сталь. Окей. Открыть рюканген, ресурсы, создать предложение. Все хорошо, стоп. Создать предложение. А, нет, пообменять. Создать предложение. То есть мы будем делать золота. Двадцать метров весом. Создать предложение. Забрать. При помощи рынка можно получить дефицитные ресурсы и обмениваться элементами открытий. Вы всегда можете отменить свое предложение, мисс Сир. Так я думал до своего второго брака. Я отправил вам караван с ценными товарами и бутылкой темного эльфийского для вашего казначея. У старой кочерыжки сухой характер, поэтому он нуждается в регулярных вливаниях темного эльфийского вина. Охрана докладывает, что на дорогах был замечен легендарный Дамон. Грабитель караванов. Будьте бдительны, мисс Сир. Ой, слушай. Оберон. Так. Че у нас без сообщения? Мочи воины из моей личной гвардии и вместе с ним завоюете. Пришло к урону. Не к урону не приступить. Так вы нашли бы уже пришли. Все, нет, шаг. Извиняю за кашель. Что-то. Что-то горло. Так, захватите врага в Доминионе и захватите трофеи. Так, мисс Сир, пора проверить себя в бою. Каждый день вокруг вашего замка будут появляться Доминионы. Покоряйте их, чтобы добыть опыт, войска и ресурсы. В качестве военного трофея отправляйте отряд в Малагин и в Атаку. В ближайшие дни. Так, чтобы получить доступ к новым сюжетным... С сюжетным ременеонам, вышти максимальный уровень доступного ременеона до пятого. Осталось еще переводить. Так, то есть я... О, все. Она будет нападать. А, покажется. Дваря. О, фига. Да, вы видите, мне наше, короче, что Атака на технику. Атака на технику. Да, Ван, что ты... Не завышал на одном месте, типа. А, ведь грузится. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тирхайл Вот название великих твердынь, слава о которых разошлась по всему миру. Пришло время дать имя своему замку. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Лезешь Ёбт А че, не влази? Ладно, тогда давайте Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Кристиал 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 Самый рюкий замок в мире Кристиал Пизда всем, кто придет Как события И так, турнир ВНЛ Учебите в Альянсу, чтобы понимать, когда Учебите Разбавайте Альянс, которые их Сибы Получаются за это Особые баллы Их количество заработает баллы Зависит от Исцеленности Их Показатели Уничтожный поиск Чем больше баллов Наберете Чем Чем выше будет награда Кроме того Если миссир Вашего Альянса Проявит себя в этом турнире То покажут Високие Результаты Вы сможете заработать Дополнительные награды В зависимости от уровня Замка Все миссиры делятся на лиги И за попадание В топ рейтинг Альниги Из вас Ножидает Особое вознуждение Нумая, немая Альянс Очень внушительно Миссир Очень Оберон Вы собрали Достаточно Школы Индустрики Второго уровня Элиты В качестве подарка Вы бесплатно Получаете Включенный Статус Элиты 24 часа Спасибо Оберон Чекто там Не подразил Даже моя детская колыбель Была настолько укреплена Что я мог выдержать в ней Недельную осаду Изучите фортификацию И мы превратим ваш дом В крепость Да Недельную осаду А, я его в детстве Сбирал на неделю Не кормили Ничего Братня Гарма Который разрушил Целые города Своим дыханием Эльфийский Эльфийский воин Нуу Заложил Первый камень В основу Фортификация Дела И пода Фортификационного Дела И подарил Народам Защиту стен Ворот Башен Баллист И часовня Тут комы Стоять Вообще Не понятно Где Надо Причинаться Поняться Придом Написала На быструю руку Так Вы совершили Открытие Фортификации Если ваш замок Осадили Наберитесь терпения И горячей смолы Пусть враг Почувствует С каким теплом Вы относитесь К своим гостям Мы должны Подготовить Ваш замок К длительным осадам Наша цель Абсолютная Автономность Автономность Не берите В голову Мессир Слушай Ты Мессир Мой замок Работает Абсолютно Автономность Давай Не нужно Рассказывать Что такое Автономность Я знаю Что такое Автономность Ладно Построим пару Ферм Построим пару Цифрюшек Так Ферма Построить Абсолютно Абсолютно Ферма Построить Давай А у меня Зараз немало Мастера Чтобы понять Так Рудник Построим Ура Вы набрали 84 опыта И перешли На новый уровень 6 уровень у нас Да У нас строительство номер 2 Постоянно сбавлено Зажжем Качевник Качевник Тоже какое-то лучшее А ну Ну что давайте Качевник А это копеечка Что это как-то качевник блин Да Давай мы Качевник Хочу ещё Только копеечек Так Нам осталось купить Качевник Ага Жилищ Бам 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 Звезд с страшно сейчас будет еще 7 уровень и мы будем просто неубиваемы мы будем аутом пока ты оберонный придет и не развалит нас а чего нас готовы не нас готовы чтоб хорошо что потом нас нажить нормально и поймешь мы уже полностью автоном не а в него армия все равно сильнее чем меня и будет резать рубить и побачу о сколько рудников числе все полюбаса захватываем без всяких плечей строй теряем мастера 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 а потом еще одна а, шая тоже еще и будет у нас в 8 уровня будет у нас в 8 уровня быстрее быстрее форест так так что мы затянулись я думал снимать видео по вот такому ну давайте до 30 все так, вы набрали 100 а, 1144 опыта и перешли на новый уровень так, короче на свой уровень я не открываю может быть альянс или создать альянс мне кажется мы не будем вступать мы будем создавать великие мессиры великие мессиры великие мессиры вступают создают нападают не открываем я liberal самый великий самый большой клад клад альянс можно назвать клад так Так, открывайте шею. Так, у тебя стройте, шо одно. Ферма. Теперь у меня в животе бурцетника. Терпатусом на этой стеллю. Тебя моноаппуль. так строитель уровня 3 награда гному хорошо забираем так и чё ты нам дальше будешь сказать ну я улучшил так построить и максимум жилищ то есть ферм все равно что не хватает посмотрите 1 2 3 4 5 6 уже шесть их сколько мышц ферм надо напряженный коза армия без обеспечения пища для стервятников миссир развивайте ресурсные здания и у вас будет своя империя с игрой в кости и блудницами крепче каменных стен может быть только ругань врага который пытается на них залезть чем выше будет стена тем богаче будет ваш словарный запас смешно стена стена великолепно миссир стены служат основой для различных защитных устройств и украшений например ловар бог шутовства украсил стены своей крепости frostbite гирляндой из мясных человечков красавчик ребят наверно все мы закончим подписывайтесь на канал ставьте лайки или сихотики чтобы продолжалось так а видосики после игре бои не престолов ставьте лайки всем пока что мы мы об этом